Для нас это был, конечно, и есть бессменный лидер нашей партии, человек, который являлся вдохновителем, наставником, отец либерально-демократической партии и всего, наверное, что с ней связанного. Он всегда отмечал необходимость поддержки молодежи именно в Санкт-Петербурге, ведь город такой достаточно своеобразный, специфичный, но всегда уделял особое внимание блокадникам, всегда чтил и уважал ветеранов. И знал, что Россия великая страна, и с его уходом она будет не менее великой и только будет идти вперед. В этот день мы всем сердцем скорбим по поводу этой утраты. Хочу сказать от лица всей молодежной организации, что Владимир Вольфович всегда был в первую очередь наставником для молодежи, всегда давал дорогу молодым. У нас самая молодая фракция по возрасту в Государственной Думе. Очень трудно говорить в прошедшем времени об этом великом человеке, пояснение великом человеке. На самом деле для нас всех это невосполнимая потеря. Много раз общаясь с ним лично, могу сказать, что он совершенно другой был человек, чем тот, которого мы все знаем на камере. Личностей такого масштаба сейчас, к сожалению, нет. И поэтому именно сегодня мы предложили как идею переименования улицы Маркина в улицу имени Жириновского. Понимаем, что нам нужно сначала согласовать с топонимической комиссией при правительстве Санкт-Петербурга, но над этим уже работают наши юристы. И я считаю, это правильная идея, ведь именно здесь, на улице Маркина, находится приемная ЛДПР. Мы с ним познакомились в очень непростое время, это было начало 90-х годов. Армия была унижена, армия была раздавлена. Дело дошло до того, что наш гарнизонный дом офицеров, было принято практическое решение его изъятия и введение его в коммерческое использование. И только благодаря Владимиру Вольфовичу, его вмешательству, гарнизонный дом офицеров остался за военным округом. Надо вот памятную доску поставить на поколение, потому что если бы не Владимир Вольфович, не был бы у нас дома офицеров. Такого человеческого отношения, желания помочь, опять же, людям, то есть вот я не встречал ни у кого из действующих политиков. Это серьезная потеря для всей нашей страны. Потому что Владимир Вольфович всей своей жизнью доказал, каким патриотом можно быть. Я прошу минуту молчания в честь нашего руководителя. Спасибо. 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 Спасибо.